здравствуйте друзья с вами феликс и сегодня мы поговорим на извечный вопрос кто виноват и что делать такие вопросы приходят мне на почту напомним на контакт в скайпе часто задают вопрос такой и поэтому давайте начну вот следующим образом этот ролик и так во первых ребята и девчата самое самое первое самое главное когда у кого-нибудь что-нибудь не так по моему надо сначала спросить самого себя все ли я сделал так как надо виноват ли в том что именно в таком положении оказался я относительно именно работе на платформе infinii потому что уже пару дней назад два дня прошло прямо так такой и был вопрос мол я даже деньги заняла девушка написала чтобы войти в этот infinii и до сих пор нету ничего никаких заработков и ничего нет что мне делать и кто в этом виноват вообще-то ну что я хочу сказать во первых самая большая доля ответственности об этом уже нету смысла говорить какими-то и кивоками виноваты наши рифоводы наши переводчики и вы все прекрасно знаете о ком идет речь но в первую очередь мы сами давайте об этом не забывать говоря о том что наши рифоводы и переводчики вот я вам приведу простой пример я немного понимаю по-английски и поэтому вот когда фраза хитэша с конференции которую специально для русскоязычной аудитории проводилась из техаса когда он говорит заработок на платформе зависит от объема продаж реализованных пользователями от объема продаж они все время подчеркивают что вы будете зарабатывать пользуясь инструментами определенным процентом будете зарабатывать процент с продаж в переводе это звучит так заработок на платформе зависит от объема произведенных действий я чуть не упал со стула каких таких произведенных действий тщательно избегается слова продаж продаж товара товарооборота об этом искажается заменено всего одно слово на вот такое вот странное слова сочетание и все и человеку непонятно о чем речь или он вообще о продажах в этот момент и не думает что ему надо дроп шипить надо перепродавать вторая позиция очень многие обвиняют опять же инфини в том что вот мол они все время особенно джон киннер вот в очках он сам живет в канаде канадец что вот почему они все время нам толкают могут стройте структуру и стройте структуру опять я просто взял одну фразу вы можете поднять эти ролики посмотреть тут ничего никто никого не сможет обмануть вот он говорит для больших заработков вам от структуры вам достаточно пригласить двух человек обучить их работе на платформе и мотивировать их сделать то же самое вот о чем он говорит что значит обучить их работе на платформе то есть пользованию инструментами то есть той же 100 тому же самому дроп шиппингу чтобы они дроп шип или пользуясь инструментами инфини ай и двух человек достаточно и просто мотивировать их чтобы они сделали то же самое ну естественно вот когда мы представляем что вот такая вот разделенная структура когда под вами двое и по два вниз идут и все они работают делают какие-то объемы от этом на продаже от этой структуры заработки будут бешеные но когда при переводе опускается вот это вот смысл обучить их работе на платформе вот прочитайте все это без этого получается обычная пирамида обычная пирамида в переводе наших переводчиков которую с удовольствием подхватывают все остальные рифоводы и то же самое говорят то же самое часто употребляют своих презентациях из заявления слова зарплата тут зарплаты нету ребята что значит зарплата это значит что ты зашел туда и все тебе будут выдавать зарплату да за то что ты в инфини там 50 долларов выложил или автоматизированный заработок или вложения такого нету здесь это все не относится к платформе инфини теперь об инфини компания на предстарте это тоже надо всем понимать и знать что этот предстарт может окончиться и через два месяца может и через полгода он длится то есть каждый должен решать принимать решение самостоятельно вот тот объем инструментов то возможность которая есть на данный момент на этой платформе она стоит для него 50 долларов или не стоит в месяц если не стоит не надо входить не надо регистрироваться не надо ни за что платить когда речь заходит именно о сегодняшнем состоянии сегодняшних возможностях инфини то для россиян вот я буквально на днях узнал может неделю назад для казахстанцев это просто ну не знаю это просто мед с маслом у них есть все возможности работать на ebay все возможности и инфини на данный момент она полностью готова для работы на ebay и на бананзе она была с первого же дня готова под это участникам с остальных стран с украины беларуси ну вот кроме этих двух из бывшего союза прибалтику не считаю у этих двух стран есть все у них есть paypal есть полностью функциональный инструмент в направлении amazon другие площадки ebay бананза и пожалуйста торгуйте торгуйте зарабатывайте кто вам мешает вот когда вы говорите мы хотим зарабатывать и нету springboard не заработок и нет возможности есть возможности да другие мы все остальные страны ждем кто ждет кто ищет обходные пути кто кто на во что гораздо вот например я из на амазоне торгую и вообще без инфини ну а что делать сидеть сложа руки и ждать когда говорю вообще без инфини это значит что я не использую их не инструменты но обучающие ролики там показывается где что как делать по тем же расширением как анализировать товар кому подключаться там очень много толковых видео материалов даже вот в этом косом кривом переводе если человек захочет он посмотрит и все поймет о чем там речь и что из всего этого обучающего материала то что ему именно в его ситуации исходя из денег исходя из места проживания исходя из всяких других вопросов то что ему подходит и он может работать лично я когда регистрировался в инфини я знал что он практически почти мне не подходит там тоже была какая-то надежда на springboard ну как оказывается там независимо от инфини с выплатами они сами по себе долго проходят ну ну и проходят проходят я сам принял решение в таком виде войти в этот проект если кто-то думает что я там в проекте из за того чтобы построить структуру вот моя структура я больше отговариваю чем уговариваю войти вот 10 и 11 он буквально два-три дня назад зарегистрировался 11 мой лично приглашенный 7 марта зарегистрировался и все я всех прошу чтобы люди люди сначала разобрались потом уже регистрировались вот посмотрели подходит то что есть сейчас на платформе им или не подходит причем из этих 11 человек есть неактивные которые вообще с самого начала не оплатили кто-то со второго месяца увидел что это не его не оплатил так что и сказать что именно все это я зашел сюда ради структуры это тоже не так это тоже не так мне просто я знал об этой компании адрес domination давно знал года два уже у них нормальная репутация в штатах нормально на них на этой платформе зарабатывают друг другое дело когда говорят что это лохотрон это кидалово это хайп скам нет мне смешно как может быть инструмент скамом инструмент может не стоить этих денег но скамом инструмент по определению быть не может так что в этом плане у меня как сказать меня больше чем любого наверное не удовлетворяет теперешнее состояние инфинь то что те возможности которые на ней есть но я сознательно зашел на то что есть то есть не чувствую себя обманутым точно так же и вы ребята и девчата если вы как-то не разобрались не поняли не не до конца узнали какие тут возможности но в этом не вне инфи не виноват да наверное так но они стараются они придерживаются тех планов тех намерений которые у них были и есть и вот как подтверждение давайте я уже инфи не закрою вот маркетплейс не то что заработал он активно тестируется добавился хитэш в продавцы ну из всего аккаунта тоже вот выставлена эта детская игрушка там все и вот это это с его аккаунта я попробовал тут сделать типа покупки мне предложили ввести оплату но я не сделал то есть над этим тоже работают над этим тоже работают но скоро будет я им верю не знаю по срокам как они будут укладываться когда все это будет и я уже сказать не могу но то что они не останавливаются это хорошо теперь дальше ребята и девчата тут хочу поделиться и своим как сказать ну опытом может и небольшим просто сказать что я делаю как я делаю и увидите что с этим получается самое же начало опять еще раз не спешите ни в одном вопросе никогда не в регистрациях не в покупках товаров вот сам этот дропшиппинг сама система дропшиппинга она если кто постарше там вестерны смотрели ковбои они как стреляют не целясь но много да это стрельба по-американски называется где-то что-то похожее и дропшиппинг то есть берешь массу товара без разбора особенного да и исходя из количества у тебя идут продажи нам у нас нету возможности и американских скажем сразу так что лучше не спешить и под тщательнее подходить к выбору товара по тщательной тем более опять же всем советую начинать работать в том же амазоне на бесплатном аккаунте чтобы лишних денег не тратить там 40 товара можно выставлять 40 единиц бесплатно хоть год выставляя их пока не пройдет эволюция второе что второй пункт о котором я тоже говорил и советую вам тоже посмотреть может вам подойдет это выберите две-три категории товар в любом месте будь то ebay будь то amazon вот в двух-трех категориях желательно чтобы одна из этих категорий была то чем вы хорошо ну тема которую вы владеете это может быть одежда может быть не знаю обувь может быть электроника какая правда про по электронике на амазоне нужны специальные разрешения ну в одним словом из этих двух-трех категорий что-нибудь то чем вы с чем вы хорошо знакомы и сделайте это это тему эту приоритетом вот эту категорию с прицелом на fba потому что самые хорошие нормальные заработки и как сказать настоящий бизнес это торговля через склады поэтому если в одной категории у вас получится найти выйти на два-три каких-то товара которые можно уже под своей маркой выставлять на fba ну к этому надо стремиться во всяком случае я в этом направлении иду и на данном моменте пока те инструменты которые есть в инфине нам не подходят те которые еще будут там где-то в дальнейшем ну не надо опять же опускать руки используйте доступные бесплатные инструменты анализа и автоматизации очень много расширений для хрома очень много о многих ну почти о всех из них я рассказывал в том или ином ролике показывал где их взять что их откуда их достать вот вот где-то вот в таком плане и да еще даже работая на спрингбурде вот например вот это это этот этот пункт да вот выбрать две три категории одну с приоритетом очень много и почти все советуют там смотреть по бестселлерам по тем продуктам которые продаются но тут есть одно одно но вот если вы посмотрите битселлеры допустим любой бестселлер во первых на этом товаре сто двести человек сидят сто двести продавцов и для того чтобы пробиться через них выйти на продажи но это надо обладать очень большими знаниями и то если получится лучше выбирать эту нишу ту категорию средней средней прибыльности там легче пробиться наверх даже если наверх то быть где-то посередине чтобы были продажи чем выше спрос на товар тем больше людей предлагают этот товар и тем вероятность ваших продаж меньше будет поэтому выберите что-то среднее в средней категории допустим даже если у вас товар из категории бестселлеров допустим ножи там и там же идут подробные категории под категории и так далее те же самые ножи выставьте в малоконкурентной под категории надеюсь понятно да чтобы в этой под категории было поменьше людей которые продают ножи чтобы они были ножи но было их меньше это к слову и вот с первого же дня уже даже со спрингборда я нацелен на один конкретный товар который имеет несколько модификаций ну я его нас называть часть не буду но делайте именно так допустим те же ножи чтобы они были разные там керамические металлические складные раскладные вот в таком плане чтобы они имели несколько видов они прямо вот как топор и топор и все он один и второе вот в той же категории допустим в тех же ножах если это уже ножи то к нему к на вместе с ножами выставляйте за ну вот эти точилки допустим к ножам и еще что нибудь там допустим эти чехлы да для ножей чтобы можно было составлять и наборы вы наверное замечали что вот под любым товаром предлагается набор который в итоге по единично выходит дешевле но дает больше сразу денег оборот увеличивается вот где-то вот в этом направлении тоже смотрите и эту страничку этот текст давайте свернем marketplace закроем и вот я вам покажу итог того о чем я вот только что говорил как как я и делал вот у меня первый товар выставлен 5 марта вот 5 марта этот товар он так взят от балды как меня сегодня спросил один товарищ ну знакомый интернет просто как как его выставить и все такое он не к селу не городу не из того о чем я рассказывал их у меня тут всего 10 на минусу им вот этот этот не в счет не вот смотрите вот эти три на ну думаю вам видно это инструменты то есть я их вот вот эти девять товаров они тут 9 остаются не считая первого ну под по тройкам разбил то есть вот три категории как бы у меня получаются был еще один товар на котором я и сделал испытания испытания по бренду сразу скажу еще раз повторю говорил об этом других роликах когда выставляется брендовый товар но его не надо выставлять вот если там название бренда по м для этого нужны разрешения на просто один выставил чтобы посмотреть насколько сильно будет реакция да на моё неправильное действие не прошло и суток мне пришло сразу резко уведомление мол мы вам не давали разрешение продавать товар нашего бренда в течение 24 часов уберите а то мы примем дальнейшие шаги так что в этом плане будьте аккуратны то есть этот брендовый товар продают там 30 человек но они имеют разрешение определенное от владельца бренда им можно а если вы не имеете этого разрешения вам нельзя итак товар у меня выставлен еще раз значит пятое число начало шестое можно считать сегодня сейчас у нас 12 но час ночи будем считать шесть дней назад по большому счету пять дней назад и вот две продажи из девяти товаров за прошедший день то есть то направление которое для меня приоритетная я его до конца постарался учесть все что возможно и выставил поза вчера вчера у меня две единицы продались то есть из тестовых двух категорий по трем товарам там у меня есть один вопрос по товару вот он мне пришел на почте он поблагодарил за быстрый ответ и ответил ему по данному товару информация была нужна и две продажи то есть ну посмотрите получится у вас может у вас лучше получится чем у меня но двигаясь в этом направлении не спеша занимаясь анализом и всем прочим вот результат шести дней выставления товара ну пяти дней даже на амазоне по главной приоритетной теме два дня назад я выставил товар сегодня две продажи из трех единиц из трех единиц две проданы это тоже закрываем давайте это тоже закроем по ebay по ebay я вынужден был после того как у меня совершилась продажа на амазоне я дропшиплю с ebay открыл аккаунт покупателя на ebay чтоб сделать этот самый дропшиппинг тоже сделал все аккуратно правильно и не спеша ну ребят полно по ebay у море информации море тут можно работать вообще с одним глазом и одной левой именно пару на русском языке очень много информации у меня один положительный фидбэк за неполные сутки я никому ничего не писал не просил но у меня есть положительный отзыв не не просил смысле сделайте мне фидбэк так что и тут можно аккуратненько спокойно все делать на высшем уровне теперь по инструментам немножко скажут я говорю о них вот например смотрите и я поначалу в тех роликах допустим мне надо посмотреть этот товар да вот на других площадках он есть на амазоне нету я вот здесь допустим кликаю по price blink смотрю может вот эти нету его не показывается на этом расширение но есть такой вот опять же в хроме такой вот типа расширение вот это вот лупа кликаешь по нему вот смотрите выбираешь можешь в бинге поискать в амазоне на ebay это допустим сейчас у меня товар на ebay но может я увидел его на алиэкспрессе и хочу проверить есть он на амазоне или на ebay то есть это очень ускоряет всю эту работу но я почти уверен если его час кликнуть на амазоне точно есть такой такой лего вряд ли чтобы его и вот эти есть а этот price blink не показывает что он там есть нет по этому расширению а на самом деле это вот да да даже две штуки есть если не больше вот это одно вроде мелочь но ускоряет работу одно расширение это ну unicorn smasher по продажам он всем знаком уже скольких роликах о нем говорилось его надо установить и смотреть там были продажи отличный инструмент вот кликнул и посмотрел что вот этот продавец сделал столько-то продаж меня и на столько расширение что ничего не видно видим сколько триста двадцать семь штук за месяц продал вот этот на прайме это тоже на прайме ну наверное он недавно выставил ну все все же информация вполне достаточно для анализа два-три клика и у вас есть представление о том или ином товаре вот то что внизу подсвечивается по этим вот эти вот таблички они но чуть чуть тут про них долго объяснять это инструмент от ds domination вот раз расширение это видно да вам это их не инструмент это инструмент бесплатный инструмент есть платная платный вариант их не но это бесплатное расширение для хрома от ds domination которые как его скам которая скам и оно очень полезно когда особенно списком смотрят сразу видишь что на данном товаре там продавец сколько продавцов через бейт продают сколько продавцов ну качестве продавцов данного товара плюс к этому тут есть такая функция вот сейчас пусть подгрузится вот вот это вот табличка это выставил выставляется от этого инструмента от инструмента ds domination и здесь на платном варианте и история цен сразу высвечивается и brs высвечивается то есть но даже в данном варианте бесплатном варианте тоже много информации полезно ранг продавца сразу высвечивается хороший инструмент и бесплатных кстати и еще об одном сейчас расскажу об этой корзинке я рассказывал здесь я отслеживаю те товары о которых которые дроп шиплю или о которых вообще по цене хочу узнать вот видите здесь написано вот видно двоечка то есть цена на два товара упала дропит и на один товар поднялась в данном случае как дроп шипер у меня интересно на что поднялась на какой именно товар допустим я вот этот товар дроп шипил куда-то мне надо узнать какая на него цена можно не переходить и здесь вот высвечиваются вот они вот эти вот штучки высвечиваются но можно перейти посмотреть что что стало дороже вот этот дрель здесь видно что это на амазоне они на ebay то есть я спокоен это даже лучше потому что там где я беру цена не поднялась а там где я продаю поднялась а вот здесь цена упала упала где упала там где я продаю и это тоже упала там где я продаю то есть мне надо скорректировать цены у меня получается что здесь очень высокая цена или я ее оставлю такой же или тоже пониже посмотрю там где брал за какую цену я ее не брала в последующем возьму но здесь один и три процента это несущественно тоже бесплатный инструмент бесплатно так что опять же ребята и девчата когда в чатах пишут когда вопросы задают мол мы хотим работать а у нас нету переводов нету возможностей мы не можем еще раз дорогие россияне и казахстанцы у вас отличные возможности для работы отличные у вас есть paypal значит у вас есть две отличные площадки для дропшиппинга ebay и бананс пользуйтесь ими вовсю и материалы как там торговать тоже очень много на этом все всем удачи всем пока с вами был феликс